Итак, пока еще не начали выходить игры этого года, надо потихонечку продолжать разбираться с играми прошлого года. И на очереди у нас... Сейчас надо выдохнуть. Вдох-выдох. Собраться. И произнести. Crysis Core Final Fantasy VII Reunion. Человеку, который придумал данный нейминг, надо поставить памятник, потому что он явно красавчик в этом плане. И, наверное, надо ему вообще доверить именовать абсолютно все в этой жизни, потому что он гений. Прямо как Кодзима. Кто смотрел наш обзор еще 2020 года про Final Fantasy VII, а точнее его ремейк, тот прекрасно знает, как я отнесся вообще к данному творению, как я чуть ли его не боготворил, потому что до того момента мне вообще было как-то по барабану на данную вселенную. Но вот поиграв тогда в Final Fantasy, я прям покорился, и мне было величайше по кайфу. И каково было мое удивление, что как раз-таки в середине прошлого месяца вышел ремейк приквела, который назывался Crysis Core Final Fantasy, и типа это ремастер, поэтому Reunion. Эта игра изначально была эксклюзивом для PSP, потом она вышла на ПК, и вот сейчас Square Enix все-таки решились и сделали для него ремастер. Мне посчастливилось найти диск для PS5, и я сделал в этой игре платин. И скажу сразу, что она мне дичайше понравилась, поэтому не будем откладывать дела о долгий ящик, и поехали. Из-за того, что это приквел, играем мы здесь за солдата второго ранга Зака, который мечтает стать героем и быть таким же крутым, как его кумиры, три друга, которых сдавут Сефирос, Энджел и Дженесис, ну или Генезис, короче, из-за того, что версия была на английском, поэтому, скорее всего, я буду здесь все эти названия только на английском говорить, так что не обессудьте. После того, как нам выдают первое же задание, где нам нужно направиться в крепость в Утайскую, вместе с нашим учителем Энджелом, мы, естественно, успешно выполняем данное задание, и после того, как мы идем в точку сбора, встречаемся с нашим учителем, встречаемся с директором нашего департамента отдела Soldiers, с Лазардом, на нас нападает, мы попадаем в засаду, Энджел остается, чтобы, так сказать, прикрыть наш отход, мы отводим этого самого Лазарда, и потом, когда возвращаемся, оказывается, бам, а Энджела уже нету. И оказывается, еще до того самого момента, еще и Дженесис этот пропал, и вот тут начинается такая вот непонятка, куда по итогу эти два героя делись, и мы вместе с Эфиросом должны по итогу узнать, куда они делись, и что здесь вообще происходит. Если вы играли в ремейк Final Fantasy VII, то вы можете себе представить, какая здесь боевая система. Все, по сути, то же самое. Обычные удары, сильные удары, различного рода заклинания при помощи материи, различного рода удары с помощью материи. И, естественно, все здесь отдает вот это вот азиатско-японской фишкой а-ля вам тут нужно собрать супер-гипер-мега-имбалансную вундер-вафлю, чтобы по итогу ходить и всех ваншотить. Чтобы это сделать, нам нужно будет комбинировать материю, придумать различного рода комбинации, усилять их, и по итогу потом мы будем находить различного рода всякий эквипмент, чтобы его тоже надевать, чтобы потом снимать различные всякие лимиты, чтобы, например, у нас было не только 9999 хп, а мы могли бы его повысить до 99999. Короче, тут прям, знаете, такого очень-очень много головняка, который многим нравится, я знаю, но многим также и не понравится, поэтому тут тоже на любителя. Два главных отличия от Final Fantasy VII ремейка заключается в том, что здесь мы играем всего лишь за одного Зака. Мы тут не можем собрать себе отряд, мы здесь играем за одного такого одинокого воина, и вторая фишка заключается в системе DMW, которая в своем виде представляет такую рулетку, где будут крутиться иконки различного рода персонажей, которых мы повстречаем во время игры, и если вот три иконки совпадают, мы можем применить суперудар данного персонажа. Красиво, четко, единственное, мне только не понравилось достижение на вот эти самые DMW, потому что, по сути, там вот иногда может случиться так, что в момент, когда прокручивается эта рулетка, вы можете увидеть какой-то сюжетный момент, который по итогу суммарно дополняет в целом картину происходящего. Прикольная, конечно, фишка, но для того, чтобы получить ачивку, вам нужно посмотреть все эти случайные моменты, а рандомность данного выпадения крайне мала. Во всем остальном в игре видны черты именно игры для портативной консоли. Тут можно по-разному к этому относиться. Понятное дело, что эта игра изначально затащилась под PSP, и как такового именно пространства для какого-то исследования или же для введения какого-то большого количества персонажей тут нету. Поэтому сам по себе город достаточно мал, чтобы его как бы исследовать. Каких-то прям противников здесь большого количества тоже не наблюдается, но надо понимать, что здесь вся игра в основном заключается не в прохождении основной сюжетной линии, а в прохождении огромного количества, когда я говорю огромного, прям реального огромного количества дополнительных заданий, которые с тобой представляют банальные батл-арены с несколькими коридорами, которые мы по итогу будем исследовать, чтобы находить различного рода сундучки и в конце убивать босса. Никаких трудностей с этим у вас, скорее всего, не будет, если вы будете нормально, адекватно собирать различного рода материю, соберете себе какой-то интересный билл, и возможно даже вы будете ходить и всех ваншотить, как это, например, придумал я. И знаете, это прикольно с одной стороны, но будете ли вы этим заниматься, я, если честно, скажу вам нет. Потому что это прям развлечение для каких-то избранных. Да, по итогу кто-то может и захочет все это проходить, но какой-то прям бешеной привязки к необходимости в этом нету. Может только если вы увидите там 2-3 интересных побочных заданий, точнее квестовых цепочки побочных заданий, вы захотите их сделать. Во всем остальном, какого-то дикого желания, кроме как получить платину, у вас не возникнет. Единственный момент, это, конечно, вот финальный босс всех этих дополнительных заданий, это не нерва, у нее огромное количество здоровья, и бой с ней вам максимально напомнит соус лайк, потому что она вас будет ваншотить с любого удара. О, привет! Тихо, ничего. What the fuck is this? Плефуешь, шифу не мог тебя этому научить. Верно. Я сам разобрался. Скидыш. Комплект результат. Если вы его пропустите, а вы ей будете наносить, ну, дай бог, одну тысячу ее здоровья. И вот представьте, что вам нужно будет нанести тысячу ударов в это самое окно. Конечно, не самое приятное развлечение, но минут 15-20 так проскакать в напряжении вам придется. Кому-то понравится. Мне лично понравилось, потому что это, знаете, достаточно прикольное развлечение, особенно то, что вам необходимо будет обязательно под нее свой билд подстроить. Вот как-то так. Что касается основной сюжетной линии, то она здесь крутая. И самое главное, что я вообще обожаю вот в такого рода азиатских играх, это мини-игры, которые будут встречаться вам по пути вообще в огромном количестве. То вам там надо сто раз поприседать, причем в тайминг, то вам нужно что-то грамотно в тайминг взорвать, где-то вам нужно какую-то загадочку решить. И это в целом очень и очень приятно. Есть какие-то пару побольше заданий по типу вступления в какие-то фан-клубы, вот этих самых солдатов первого класса. Это очень прикольно, это душевно, это дополняет картину, особенно огромное количество разных писем, которые вам будут приходить на почту, вы будете читать. Это прям классно. Вот знаете, когда я вот играл, я понимал, что да, геймплей немножечко унылый, даже, можно сказать, не немножечко, но, блин, в этом есть душа, в этом есть смысл, и из-за этого меня как-то по итогу все равно толкало вперед-вперед. Я считаю, что даже при стое вот такого вот геймплея все равно игра фактически гениальна. Как мы с вами уже и говорили, по сути, это ремастер портативной игры, поэтому каких-то масштабных красот здесь, к сожалению, нет. Сам по себе мир, конечно же, детализирован, красиво они прорисовали, качественные задники, то есть, если у нас есть какая-то фотография, он может поближе подойти ее, рассмотреть, красивая будет фотография, очень классная музыка, но, понимаете, это все равно, ну, видно, что это игра-приквел для портативной консоли, и ничего вы с этим не поделаете. В целом, как ремастер, как именно вселенная, которая дополняет Final Fantasy VII, это прям отлично, это прям отдает тем самым нужным духам, потому что, если вы играли Final Fantasy VII, вот, ремастер, вы понимаете приблизительно, какая там будет графика, и какие тут CGI ролики. Это просто вышка. Причем их очень много, их показывают постоянно, и качество проработки там тоже на высочайшем уровне. Единственное, конечно, в чем, мне кажется, они тут косякнули, это в том, что почему-то они решили не увеличивать разрешение этих CGI роликов, потому что, блин, они как будто 7-720p, да, они красивые, но, блин, хочется все-таки, чтобы они были именно еще и в нормальном разрешении, не хочется смотреть на всякую пиксельную картинку на 4К телевизоре, но даже каких-то бешеных нареканий к этому у меня все равно нет, и я не испытывал пот и дискомфорта от этих самых CGI роликов, сделанных нереально четко. Жалко, конечно, что тут нету хотя бы русских субтитров, но если вы плюс-минус адекватно знаете английский язык, то, понимаете, вы будете здесь 95%, а остальные 5%, я думаю, вы в словарике можете посмотреть во время диалога, какие-нибудь слова. Заодно станете лучше. Обойдемся без спойлеров, но, блин, какой же здесь шикарный сюжет. Я наконец-таки начал понимать, что вообще происходит в вселенной Final Fantasy VII, почему Клауд, главный герой Final Fantasy VII, вот этот блондинчик, откуда он взялся, откуда взялась Тифа, вообще грамотно вот в этом приквеле все объяснили, откуда взялся этот Buster's Ward. Смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько деталей, откуда вообще все эти вещи взялись. И когда ты начинаешь понимать вообще вот все, как это складывается, это создает тот самый необходимый вайп, которого мне чуть-чуть не хватило в Final Fantasy VII, потому что я не понимал, почему там что-то происходит, а как только я прошел уже этот самый приквел, я наконец-таки, ну, нельзя сказать, что все понял, но как минимум по тому, что уже показали, я наконец-таки все понял и осознал. Вот оно что, Михалыч! Как я уже говорил, огромное количество кат-сцен, всяких CGI-роликов, геалогов, все это создает тот самый необходимый сюжетный контент, да, который вы можете поглотить в себя и понять вообще, что это за вселенная такая, и от этого прям реально ловишь дичайшие кайфецкие. И самое главное, это вот эта самая легендарная японская режиссура, где там в роликах прям грамотно все, под какую-то мелодичную музыку, вам все это будет показано, вы будете сидеть, понимая, почему тут грустно, почему тут какое-то восторженное настроение, почему тут вообще гипергрустно, а концовка, где тебе 40 минут реально показывают какие-то кат-сцены и CGI-ролики, так видишь, да, вау, как будто фильм посмотрел, но не зря я играл, чего мне не хватило в Элден Ринге. Извините, фанаты Элден Ринга. По итогу скажу так. Это отличный приквел, это отличный ремастер этого самого приквела, и если вы фанат Final Fantasy VII, то вам необходимо обязательно пойти и каким-то образом поиграть в Final Fantasy VII, Crysis Core, Reunion, неважно, сложное название, но сделайте это, это реально того стоит. Даже несмотря на небольшую заумленность геймплея, все остальное вытянет то самое необходимое настроение для того, чтобы дойти до конца. От меня игра получает 9,5 баллов из 10. Да, это не объективно, за такой самый геймплей, за немасштабность каких-то красот, можно, естественно, снизить оценку, но те самые ощущения и те самые воспоминания, которые я заберу в себя после прохождения данной игры, для меня оказались гораздо дороже, чем взять и заменить данную оценку. А на этом, дорогие друзья, все. Всем большое спасибо за просмотр данного ролика. Не забывайте поставить пальчик вверх, подписаться на канал и пишите свои комментарии, что вообще думаете о вселенной Final Fantasy, а конкретнее о Final Fantasy 7. И помните! Уэй! Умно!